Итак, мы говорим про клиническую и ультразвуковую анатомию молочных желез. Нельзя говорить только про ультразвуковую, не затрагивая клиническую, потому что они тесно переплетены друг с другом. Вот, начиная с вопросов топограф-анатомических, мы вспомним общий принцип строения молочных желез. Вот это в такой парасагитальной плоскости картинка изображена. И для нас принципиально важно на ней отметить то, что верхней границей начала железистой ткани является проекция второго ребра. Это обозначает то, что если железистая ткань поднимается выше уровня второго ребра, это уже признаки макромастии. Чаще всего уровнем верхней границы железистой ткани является третье ребро. Но вот подъем до уровня второго это норма. Нижней границей железистой ткани является шестое ребро. И тогда видите, тогда как бы такой верхний-нижний размер от области начала в плане фиксации на поверхности грудной стенки до области окончания железистой ткани составляет обычно от 12 до 15 сантиметров. На этой картинке не указана медиальная и латеральная границы. Что касается медиальной границы, она обычно проходит по краю грудины, не должна смещаться медиальной. Мы говорим про основание, там где она прикрепляется, железистая ткань, к передней грудной стенке. А латеральной границей является передняя подмышечная линия. Вполне естественно, что величина самой железистой ткани, степень ее развитости регулируется гормональным фоном. И поэтому может очень существенно варьировать в разные периоды жизни, в разном физиологическом состоянии. Но для нас важно, когда мы об этом говорим, что это максимальные верхние границы. Превышение их это ситуация патологическая, связанная с гиперплазией железистой ткани. И как правило расценивается как макромастия. Когда мы будем говорить теперь про ультразвуковую анатомию. Она очень тесно связана с общим строением молочной железы, с гистологическим строением. И для нас сейчас принципиально определится, что железа как орган состоит из каких-то компонентов. Их всего три. Это самый главный железистый компонент, вполне естественно. Она называется молочная железа. Ну, кстати, я чуть-чуть позволю себе тут отвлечься. И по терминологии провести акценты, что мы называем молочной железой этот орган у женщин. Но он есть и у мужчин. Но тогда мы называем не молочной, а грудной железой. То есть, в принципе, в равной степени это ультразвуковое исследование используется для оценки состояния органа и у мужчин и у женщин. Но все-таки у мужчин мы будем говорить как грудная железа, а у женщин молочная. Итак, первый и самый, пожалуй, важный компонент это железистый. Второй компонент цейтнотканный, то есть стромальный. То, что ее укрепляет, удерживает. И, наконец, третий компонент жировой. Вот эти три компонента, они тесно переплетаются друг с другом. В разные периоды жизни и в разных физиологических состояниях может превалировать то один, то другой, то третий. Но так или иначе, мы все время должны помнить, что это комплекс из трех вот этих структурных компонентов. А теперь нам надо каждое из них поподробнее разобрать и представить. Итак, железистый компонент или то, что является непосредственно паренхемой молочной железы. Вот такая картинка. Вы видите, будем считать, что это правая железа. Тогда на уровне верхнего наружного квадранта тут показана железа вместе с кожей. А верхнего внутреннего квадранта кожу сняли, и мы не видим железистых структур. Почему? Потому что они прикрыты сначала клетчаткой. Это прямомарная клетчатка, жировая ткань, которая покрывает железистую. А вот на двух внутренних квадрантах здесь словно бы распрепарировали железистую ткань. Вот так мы идем против часовой стрелки. Сначала в внутреннем квадранте, нижнем внутреннем квадранте, показаны железистые доли, крупные такие конические образования. Их три здесь. Как бы в таком невскрытом, нераспрепарированном виде. А вот потом в верхнем внутреннем квадранте показаны, словно бы в разрезе, как там располагаются отдельные элементы. Мы чуть позже это поподробнее рассмотрим. Для нас важно, что сама по себе железистая ткань, она располагается в виде радиальных долей вокруг соска. И, собственно, вот эти доли и представляют собой альвеолярно-трубчатую железистую ткань, которая разделена друг от друга, ну, такими прослойками соединительной жировой ткани. Число долей этих существенно варьирует. Видите, тут указывается от 6-8 для небольших желез до 20-24 по количеству. И вы понимаете, если это будет такое количество, как 20-24, они ведь не поместятся в одной плоскости, правда? Вот если мы их показали доли сейчас радиально так, что они рядом лежат, как бы в один слой, 24 не поместится здесь. Здесь в лучшем случае поместится 12, да, вот если мы их так располагаем по циферблату. Значит, чтобы поместилось 24, их нужно будет располагать в несколько слоев. И вполне естественно, что тогда объем железы существенно увеличивается. И вот то, что внизу написано, доли располагаются радиально и могут накладываться одна на другую, это связано именно с тем, что большое количество долей требует увеличения объема вполне естественно. Каждая доля имеет конусовидную форму. Вершина этого конуса направлена к соску. И открывается, естественно, в область млечных синусов около соска. Значит, окружена каждая доля рыхлой соединительной тканью. А вот насчет небольшого количества жировой клетчатки, это зависит от морфотипа, о которой мы будем позже говорить, да? То есть, целиком определяется конституциональным характером строения. Если говорить про железистый компонент, мы можем попытаться на него взглянуть в другом типе строения. Вот сейчас мы смотрим как бы в разрезе уже не фронтальной плоскости, а в парасагитальной, которая прошла на уровне соска. И здесь становится заметно, что вот на нашем рисунке изображены две крупные доли, но внутри этих долей располагаются более мелкие структурные элементы, которые называются дольками. Вот эти дольки, они как листочки висят на маленьких черешках и формируют характерную такую картину веточки, висящей на млечном протоке, как на черешке, вот ветвь какая-то у растения. Принципиально важно, что железистая доля и железистая долька, они не имеют наружной капсулы. Это принципиально важный момент отсутствия капсулы. И это говорит в таком случае о том, что как доля, так и долька являются функциональными единицами. Но их трудно назвать структурной, поскольку вычленить отдельно взятую долю или дольку методом, так скажем, анатомической препаровки невозможно. Значит, и во время хирургической операции нельзя сделать там лобоэктомию молочной железы, делать секторальную резекцию. То есть, отдельно долю извлечь невозможно. Почему? Отсутствует капсула. Значит, одна доля рядом с другой, располагаясь... Мне всегда в этом плане импонирует, знаете, аналогия с вазой, в которой лежат виноградные грозди. Если вы возьмете отдельную виноградную гроздь, пусть не самую верхнюю, а которая лежит вторым слоем, целая проблема ее поднять. Не только из-за тяжести, из-за того, что у виноградных гроздей тоже нет капсулы. И с этой точки зрения, одна виноградинка будет цепляться за другую и не позволять извлечь ее, так скажем, без потерь. Хоть несколько виноградин, да упадет при этом. То есть, эта аналогия говорит о том, что отдельные дольки, как виноградинки, они располагаются, но словно бы цепляясь друг за друга, они у одной доли с другой могут перемешиваться и располагаются в непосредственной близости, но без четкой границы. При этом важно, что распределение железистой ткани в молочной железе неравномерно. Больше всего ее всегда располагается в верхненаружном квадранте. Поэтому оценка верхненаружного квадранта в молочной железе является таким особенно прицельным местом внимательного анализа, потому что здесь могут быть ну просто по статистике в большей вероятности всякого рода нарушения, поскольку здесь больше железистой ткани. Вот эта картинка мне очень дорога тем, что так ей уже, дай бог памяти, сейчас наверное 15 лет девочка, которая рисовала 15 лет тому назад, она сейчас главная кушер-гинеколог детский в Новосибирске. Когда мы начали смотреть картинки, которые комментируют строение молочных желез, ни одна не устраивала. И специально вот такую создали с нуля. Она из руководства, которое может быть у вас в доступе, мы вам можем сбросить по строению и диффузным процессам. Мы специально для этого руководства в черно-белом таком варианте оформляли, еще не для компьютерной графики, потом я это уже подправляю. Но так или иначе, мне кажется, здесь изображение отдельных элементов наиболее детализированной и с ними легче всего разбираться. Итак, железистый компонент представлен дольками. Вот сейчас я подкрасил номером 10 как раз изображение присутствующих здесь железистых долек. Эти дольки, если мы присмотримся, на самом деле, я повторюсь, как листочки висят на таких выводных протоках, которые можно провести аналогию с черешками. На этой картинке изображено 4 доли, но дольки считать не будем, вот их тут понесколько у каждой доли. И ясно, что выводной проток исходит из каждой дольки. Принципиально важно, что этот выводной проток его по-другому можно назвать галактофор и можно определенным образом нумеровать по порядкам. удобнее всего нумеровать по току движения жидкости содержимого, значит, от дольки куда? К соску. И если подобным образом нумеровать, то мы скажем, что дольковый проток это проток первого порядка или галактофор первого порядка. Это очень удобно и важно. на самом деле, конечно, порядков ветвления протоков может быть несколько, до пяти. Но самая частая ситуация, когда их три. И смотрите, существует такая интересная и очень демонстративная закономерность. Галактофор первого порядка, он не больше одного миллиметра, галактофор второго порядка, не больше двух миллиметров, а галактофор третьего порядка, не больше трех миллиметров. Важно это для запоминания? Да, потому что, когда мы поставили датчик и видим вдруг, как будто расширенный проток, мы можем увеличить и измерить диаметр. И если наш датчик стоит где-то у основания железы, там не может быть галактофора третьего порядка, правда? Галактофор третьего около соска только, значит, это будет либо второго, либо первого. И значит, мы там, конечно, второй от первого невозможно на УЗИ четко дифференцировать, это же не метод припоровки, тогда просто мы судим, что он должен быть не больше скольки, двух миллиметров. То есть, в этом плане это удобство для такого визуального контроля. Итак, три порядка галактофоров, и каждый из них соответствует порядку имеет максимальный диаметр допустимый. Вот если будет этот диаметр превышаться, мы тогда будем говорить про дукт, эктазию. А если этот диаметр не превышается, но мы видим проток, то это норма. То есть, мы протоки видеть можем, и если они нормальных диаметров, укладывающиеся в эту схему, то это за норму не выходит. Итак, еще разок. Вот номером 10 изображена железистая долька, и тогда посмотрите, вот я сейчас стрелочкой подкрасил номер 11. Что это такое будет? Это будет галактофор первого порядка. Из дольки выходит тот вот черешок, на который висит этот листочек. Это галактофор первого порядка. Значит, он должен быть не больше 1 миллиметра в диаметре в норме. А вот когда мы просто вот так возьмем, увеличим и вычленим одну долю, вот мы можем здесь уже более крупным планом показать вот цифру 8. Я здесь красным цветом изобразил в том месте, где два дольковых протока соединились вместе. То есть, галактофоры первого порядка слились во что? В галактофор второго. И номер 8 здесь между вот этими листочками это галактофор второго порядка, который должен быть не больше скольки? Двух миллиметров. Миллиметров. И наконец мы можем еще дальше пройти. и вот номером 9 теперь вот это 9 9 9 уже около соска это будут изображены галактофоры третьего порядка, которые в конечном итоге они переходят в область синуса. Вот синус это такое естественное расширение внутри соска. То есть, галактофор третьего порядка прежде чем открыться отверстием на вершине соска он сначала имеет расширение которое располагается как бы внутри соска и называется млечным синусом. Это расширение тоже норма и поэтому мы всегда когда ставим датчик проверяем глазом если он стоит на соске и мы видим там какую-то кисточку мелкую меряем она 2,9 миллиметра ну что это это млечный синус может быть в нормальных условиях. и если такую кисточку мы видим за пределами сосково-ареолярного комплекса это действительно уже относится к расширению или изменению протоков патологических. Идем дальше. важно что молочная железа она хоть так и называется молочная да но по крайней мере в современных условиях далеко не всегда продуцирует молоко да и когда нет периода лактации то железо называют покоящейся да а вот когда она лактирует тогда она называется уже активной и так покоящаяся молочная железа она прежде всего представляет собой вот систему протоков то есть сами по себе протоки многократно ветвятся вот эти три системы порядков ветвления видите опять открывается в область синусов но концевые их участки внутри долек они тоже начинаются зачастую словно бы слепо начинаются млечными альвеолярными проточками дуктули альвеолярис лактифери на которых уже в период лактации развиваются альвеолы и здесь как бы картинка одна изображает покоящуюся часть а вот это связано с формированием таких альвеол в период лактации значит этих альвеол в покоящейся железистой ткани нет теперь то же самое давайте посмотрим на гистологической картинке вот это покрашенная гемотоксилин эозином ткань молочной железы что мы здесь видим вот я желтым цветом сейчас обвел две железистые дольки вот они так окружены и присмотритесь в каждой из них вот эти маленькие тоже проточки дуктули альвеолярис лактифери дуктули да то есть это протоки где самих ацинусов в это время нет альвеол в это время нет и вот я их сейчас изображаю дуктули альвеол арис лактифери они собственно и составляют систему протоков про которые мы говорим разрезали и больше ничего в покоящейся молочной железе а вот это красивое изображение такой складывающихся друг в друга выводных протоков винти тоже позволит их нам насчитать три порядка вот этот самый малого диаметра галактофор первого порядка затем они сливаются в галактофор второго порядка большего диаметра и наконец галактофор третьего порядка который вот здесь показано как он открывается в область млечного синуса с таким расширением важно что во время беременности внутри железистых долек на концах млечных протоков образуются пузырьки альвеолы которые вместе эти альвеолы в большом количестве формируют ацинус ацинус в переводе помните что обозначает гроздь да когда альвеол много тогда мы говорим про то что они образуют гроздь ацинусы и ацинус продуцирует молоко в период лактации а потом атрофируется или исчезает после окончания кормления грудью то есть ацинусы развиваются а потом исчезают развиваются и исчезают теперь второй компонент про который мы говорим сытнотканный сытнотканный компонент нужен для чего для опоры и он состоит из двух разновидностей соединительной ткани одна из них грубая опорная соединительная ткань которая представляет собой не что иное как фасцию и обобщенно ее называют связками купера а вторая это ложевая или мантильная соединительная ткань это синонимы мантильная от слова мантия но я не знаю почему ее всегда обозначают вот с буквой л а не мантийная да но она важно что окружает с поверхности железистые дольки важный очень момент что соединительная тканная компонент состоит из двух элементов у которых так скажем равновесие неустойчивое мантильная соединительная ткань со временем может перейти в опорную но не наоборот опорная в мантильную никогда не может перейти значит про опорную соединительную ткань давайте поговорим поподробнее вот опять возвращаемся к этой картинке здесь уже все цифры вырисованы потому что это исходно была графическая картинка для рисунка и вот я сейчас обозначаю сначала структуру видите номером 2 вот я ее так подкрашу что это такое это ребро это ребро которое располагается на границе между полостью плевры вот это уже легкие легочные доли судя по тому что их здесь 3 то это правая легкая да и кпереди тогда от ребер будут располагаться мышечные структуры и так номером 2 вот желтым цветом мы подкрасили это ребра и кпереди мы говорим мышечные структуры и какие же вот я сейчас подкрашиваю красным цветом мышцу который изобразил номером 3 это мышца на которой собственно железистая ткань лежит непосредственно большая грудная мышца мускулюс пекторалис маер и позади нее будет лежать мышца номер 4 я уже не стану подкрашивать в красный цвет чтобы это было контрастнее это мускулюс пекторалис минер помните что пекторалис минер лежит вторым слоем более глубоко прямо на ребрах но ее мы точно также можем различить при ультразвуковом исследовании итак если это мышцы то вполне понятно то что кпереди от них будут фасции и вот я сейчас красным цветом изобразил фасциальную структуру которая обозначена номером 13 это поверхностная фасция груди поверхностная фасция груди ясно что сюда переходит с других областей и дальше она проникает на живот как тоже продолжение единого фасциального футляра давайте посмотрим на ребра это второе ребро нет я не прав извините вот ключица это первое ребро вот это второе ребро это третье ребро и вот где-то на уровне третьего ребра в данном конкретном случае это может быть что произойдет дальше это поверхностная фасция груди она будет расщепляться на два отрога это расщепление похоже на букву Y перевернутая или на лямбаду то есть мы видим что из одной фасции сформировалось два разных листочка передний и задний и вот задний смотрите он спустился до уровня шестого ребра и опять загнулся к верху и собственно будет переходить в этом месте опять из заднего в передний это так их обозначим что задний и передний листки расщепленной фасции какой расщепленной фасции поверхностной фасции груди значит вот это расщепление происходит обычно в двух участках либо на уровне второго третьего ребра если мы смотрим сверху вниз и там мы можем эти фасции найти либо это происходит на уровне подмышечной передней линии в подкрыльцовой ямке забегая вперед сразу скажем что как всегда в медицине и здесь в ультразвуковой анатомии например в анатомии топографической существует разночтение по терминологии вы видите что это расщепленная фасция она полностью охватила передним и задним листками железистую ткань и служит как такой естественный физиологический бюстгальтер и поэтому ее в топографической анатомии называют лигаментум суспензориум маммы связка подвешивающая молочную железу то есть вот это место вот эту часть расщепленной фасции называют лигаментум суспензориум маммы или связка купера в топографической анатомии связки купера это вот эти участки вот здесь лигаментум суспензориум маммы а что касается наших с вами протоколов мы должны будем говорить про связки купера вовсе не в этом смысле не в топографо-анатомическом в широком а несколько в другом аспекте теперь посмотрите передняя пластинка расщепленной фасции она будет отграничивать железистую ткань от чего от того что я сейчас покрасил желтым цветом от жировой премаммарной клетчатки это жировая ткань которая расположена между кожей и этой фасции она также располагается ниже соска и мы ее обозначим номером один поскольку мы пользуемся теми цифрами которые уже на рисунке были то я их в такой последовательности располагаю сверху вниз но приходится появляться в таком порядке произвольно итак премаммарная клетчатка термин который относится к жировому слою расположенному между кожей и передним листком расщепленной фасции но тогда если есть премаммарная клетчатка то напрашивается вывод что должна быть и ретро маммарная вот я ее сейчас тоже подкрасил желтым цветом позади заднего листка расщепленной фасции и обозначил номером 14 это ретро маммарная клетчатка итак клетчатка располагается спереди от железистого слоя и сзади пре и ретро маммарная а между ними сам железистый слой и вот теперь посмотрите от переднего листка и от заднего листка расщепленной фасции отходят такие ну как бы отростки отроги которые внедряются от переднего листка куда в направлении к коже внутрь премамарной клетчатки от заднего листка куда тоже в направлении кожи но уже в промежутках между железистыми структурами вот собственно эти отроги которые сейчас мы нарисовали сюда и я зеленой стрелкой пометил вот обозначим их номером 7 они в ультразвуковой диагностике получили название связки купера то есть вы видите разницу в терминах когда вы в протоколе будете писать что допустим определяются в большом количестве утолщенные гиперхогенные связки купера это будет обозначать не вот эту связку лигаментум суспензориум маммы а те фасциальные структуры которые располагаются внутри железистого комплекса или внутри премамарной клетчатки направляясь в сторону кожи то есть они в большинстве случаев представляют собой только отрезки они не длинные но их всегда можно увидеть и они всегда имеют ярко гиперхогенную структуру поскольку это фасциальное образование и поэтому хорошо различимо здесь итак мы говорили сейчас с вами про опорную соединительную ткань выяснили два ключевых момента что опорная соединительная ткань это не что иное как фасция и чаще всего мы используем в ходе непосредственного ультразвукового исследования термин связка Купера подразумевая что это фасциальная структура которая отходит от либо переднего либо от заднего листка расщепленной фасции то же время забегая вперед еще раз хочу настойчиво повторить что связку Купера в топограф в анатомическом отношении вот эту лямбдо образную систему расщепления мы можем и обязаны найти при ультразвуковом исследовании это вам предстоит обязательно найти когда вы будете смотреть теперь еще немножко про связки Купера поподробнее но теперь посмотрим на картинки гистологические знаете сейчас трудно себе представить когда у каждого фотоаппарат где там не знаю сколько оттенков цветов а это картинка в 60-е годы издавалась очень хорошая учебная пособия и тогда допустим гистологические окраски например тот же самый гемотоксилин и азин вот красили в черно-белый цвет но здесь это нам даже помогает потому что какую-то аналогию с нашими картинками ультразвуковыми позволяет иметь смотрите вот это железистая ткань вот это железистая ткань а между ними идут какие-то фасциальные структуры направляющиеся в сторону кожи что это такое связки Купера то есть их реально видно не только при ультразвуковом исследовании но вот видите при таком небольшом увеличении 1 к 50 при гистологическом да и то же самое видите увеличение больше 1 к 120 кожа уже тут такая достаточно дифференцированно массивная и мы подходим ближе к области соска и вот тоже эти отроги отходящие от железистого слоя это не что иное как связки Купера и так с позиции ультразвукового исследования связками Купера называются соединотканные структуры соединяющие переднюю поверхность железистого слоя с глубоким слоем дермы а вот в хирургическом смысле мы с вами говорили что это та часть лямбда отбразного расщепления поверхностной фасции груди которая хорошо бывает видна либо на уровне второго третьего ребра либо на уровне передней подмышечной линии и я сейчас стрелкой красной показал то место которое еще до расщепления это еще палочка у буквы Y а дальше вот она расщепляется на передний листок и на задний листок и вот это место мы можем и обязаны уметь находить для того чтобы просто нам хорошо ориентироваться в анатомии самой молочной железы еще разок вам на эту картинку такой общий взгляд ну и теперь напрашивается вывод что если мы сказали про опорную соединительную ткань что нас будет интересовать также и ложевая соединительная ткань второй компонент соединительного тканного элемента ложевая соединительная ткань она знаете как при транспортировке фруктов да когда помещают например каждую каждую сливу или виноград там в какие-то опилки или стружки или другие искусственные материалы которые между ними лежат для того чтобы предохранить от эффекта такого механического раздавливания вот также если вы присмотритесь каждый листочек изображенный здесь вокруг них располагаются какие-то волоконца маленькими стрижками здесь обозначенные да везде мы такие стрижки можем найти там где показана дольчатая структура то есть сами дольки они не висят в воздухе они не в вакууме их что-то окружает что вот это вторая разновидность соединительной ткани которая получила название ложевая или мантильная я вот сейчас здесь номер 12 обвел синим цветом для того чтобы как раз обвести эти мелкие черточки символизирующие собой такую нежную мягкую соединительную ткань вот еще в другом участке собственно каждую дольку они будут окружать это и есть ложевая соединительная ткань хочу напомнить что например в морфологии существует такое ну как бы фундаментальное почти философское понятие о стромально-паренхематозных взаимоотношениях паренхема обеспечивает функцию органа а строма что она обеспечивает помимо опорной функции она обеспечивает также трофику питания потому что в ней проходят кровеносные сосуды в ней располагаются мелкие нервные волоконцы которые обеспечивают вот как раз все трофические процессы в этом регионе там же проходят и лимфатические капилляры и сосуды и это мы можем представить себе глядя вот на такой снимок гистологического препарата что мы здесь видим на этом участке молочной железы две дольки которые обозначены номером один вот одна долька и вот другая долька и внутри этих долек множественные трубчатые структуры которые мы помним относятся к дуктули альвеолярис лактифери но между ними вот если вы присмотрите сюда это большое количество клеток и мелких нежных волоконец вот именно эти участки обозначены номером два где клеток много а волоконца очень тонкие и нежные а вот номером три обозначена та часть которая располагается между двумя дольками и смотрите здесь волокна гораздо более толстые а клеток совсем немного вот одна вторая третья четвертая их гораздо меньше чем в ложевой ткани номером три обозначена опорная строма то есть если смотреть на гистологический препарат то становится понятным что граница между опорной и ложевой стромой она такая очень ну не хочу сказать условная но размытая да то есть можно глядя на эту картинку сделать вывод что при целом ряде обстоятельств появляются всякие стимулы к тому чтобы ложевая строма заменилась на опорную это один из тех процессов который в норме имеет в физиологических условиях постоянную такую тенденцию с самого начала репродуктивного возраста до менопаузы ложевая ткань постепенно замещается опорной если этот процесс с увеличением количества фиброзных элементов постоянно нарастает то нетрудно сделать вывод что он может и где-то выйти из-под контроля и эти слишком разрастающие светлотканные элементы что-то могут пережать какой-то нежный проток и сформировать из него кисту этот процесс может многократно повторяться и это будет уже отклонение от нормального развития но мы сейчас говорим что элементом нормы обязательным является то что вот эти два вида стромы ложевая и мантильная они близки друг к другу по строению но тем не менее отличаются и возможен переход и он постоянно осуществляется мантильной стромы в ложевую наоборот я говорил с мантильной в опорную но наоборот никогда не бывает опорная уже не станет крупная фасция не превратится в ложевую ткань и еще картинка в черно-белом изображении на крупном увеличении здесь это очень наглядно да вот по периферии дольки это долька да вот она такого относительно более светлого оттенка да по периферии дольки это массивные волокна фасциальные крупные здесь вы практически никаких клеток не видите а внутри дольки располагаются волоконцы тоненькие и большое количество клеток а вот чуть выйдем сюда и уже эта граница становится все более размытой забегая вперед тут какие-то пустоты а что это за пустоты это участки где будет располагаться жировая ткань да так они выглядят на гистологическом препарате но и соответственно это откладывает свой отпечаток в том что внутри железистого слоя они всегда тоже появляются и могут быть хорошо развлечены и так мы с вами назвали железистую ткань железистый компонент опорный компонент и сейчас упоминаем третий компонент жировой мы его дифференцируем на премомарную клетчатку и ретромомарную клетчатку а также глядя на эту картинку можем сказать что и непосредственно внутри железистого слоя внутри железистой ткани формируются сначала небольшие жировые дольки а потом они будут разрастаться и также увеличиваться в относительном объеме применительно к объему всей железы на протяжении движения от раннего репродуктивного периода к менопаузе теперь перечислим структуры которые дифференцируются на УЗИ значит которые вы должны находить да ну разумеется кожа сосок как часть кожи да вы скажете что их дифференцировать их так видно да но когда вы поставите например датчик и не смотрите на руку а смотрите только на экран вы должны дифференцировать просто кожу от области соска они отличаются да подкожная зона подкожный жировой слой передний листок расщепленной фасции подкожная зона это не всегда прямомарная клетчатка да ведь вы можете подняться на уровень второго ребра первого ребра и там уже прямомарная клетчатка ее не назовешь это будет подкожная зона и в ней есть расщепленная фасция и наконец номер четыре связки купера да их найти и показать да паренхема молочной железы или фибро глондулярная зона или фибро глондулярная ткань еще один термин который широко используется и мы должны его упоминать как синоним железистого слоя фибро глондулярная обратите внимание на состав слова что там в железистой ткани всегда присутствует светлотканный компонент да она не просто глондулярная она всегда с наличием какого-то количество волокнистых структур млечные протоки или галактофоры помним что мы их дифференцируем на три порядка и должны так более или менее в зависимости от того где датчик стоит да сказать вот я приблизительно нахожусь на уровне первого второго или третьего порядка галактофоров ретро маммарная жировая клетчатка укажем в скобках что она не всегда есть не всегда визуализируется но мы по крайней мере ее анализируем наличие или отсутствие большая и малая грудные мышцы мы должны тоже точно и четко различать ребра мы их тоже должны точно дифференцировать и межреберные мышцы межреберные мышцы глубже глубже располагается плевра а значит дальше еще будет недифференцируемая ткань легких но то что хорошо дифференцируется это плевра она всегда видна и наконец лимфатические узлы тоже не всегда то есть тут заголовок структуры молочной железы дифференцируемая приюзи значит лимфатические узлы довольно часто располагаются интрамаммарно да и тогда лимфатический узел это будет не акселярной группы не над или подключичной это будет лимфатический узел расположенный в железистой ткани тоже мы должны дифференцировать и различать его вот это перечень которым вы себя можете контролировать все ли вы нашли или нет да когда делаете исследование молочной железы все эти элементы должны быть дифференцированы вы их должны показать ну и теперь несколько таких примеров я не стал переделывать эту старую картинку которой уже 15 лет потому что сейчас но лучше показывать уже не картинки о видео да мы потом посмотрим видео но здесь буквой а обозначена хограмма а буквой б комментирующая схема чтобы мы узнали те элементы и знали как их искать что здесь изображено значит идем спереди назад сначала номером один это будет кожа сразу глубже позади кожи располагается то что обозначено номером два это премомарная клетчатка затем слой железистой ткани или фиброглондулярный слой то что изображено номером три и вот она на эхограмме правда вот поразительно как прогресс быстро движется да вот такое качество было в начале 2000-х годов на экране когда вот мы смотрели те же самые элементы сегодня совершенно иначе дифференцируется затем ретро маммарная клетчатка то что номером четыре обозначено вот она на эхограмме вот она на комментирующей схеме если вы присмотритесь то увидите что она разделена на какие-то фрагменты и там и там на что на жировые доли чем они друг от друга отдельны прослойками соединительной ткани да это та опорная соединительная ткань которые отдельные крупные жировые доли друг от друга отграничивает идем еще более кзади вот эта мышца ясно что наиболее поверхностно будет лежать большая грудная мышца а потом за ней следует малая грудная здесь они изображены единым слоем большая малая грудная наконец там располагаются наиболее глубоко два ребра здесь между ними межреберные мышцы очень важный вопрос структура молочных желез в первую во вторую фазу цикла ну мы сейчас все время говорим о репродуктивном периоде жизни да потом отдельно поговорим про детей про менопаузу но вот в репродуктивном периоде постоянный такой вопрос когда смотреть в какую фазу цикла раньше было однозначное отношение к этому что в первую фазу цикла да оптимально где-то до с пятого по восьмой день но до двенадцатого да сегодня если вы работаете на приличном аппарате хорошего класса на самом деле это второстепенно вы просто должны знать спросить у пациентки это всегда надо делать какой день сегодня менструального цикла и просто учитывать те отличия которые будут на эхограммах в том и в другом случае и так смотрим подряд и сравниваем сверху буква а это в первую фазу а вот это во вторую фазу что заметно в премамарной клетчатке в плане отличий первой от второй фазы да смотрите смотрите от фиброглондулярного слоя отходит в сторону кожи маленькие такие конические выпячивания номером два обозначены эти выпячивания получили название гребни дюрета гребни дюрета это такая коническая выпуклость из передней поверхности железистого слоя в сторону кожи и сравниваем эти гребни дюрета в первую и вторую фазу в первую едва намечены во вторую фазу они достаточно так активно и крупным элементом внедряются в премамарную клетчатку значит во вторую фазу цикла тут имеет место задержка жидкости она везде накапливается да и поэтому вот эти гребни дюрета становятся более массивными и заметными чем в первую фазу кроме того вот собственно от чего эти выросты гребни дюрета появляются они не сами по себе их тянут в сторону кожи связки купера вот собственно эти маленькие белые участки которые от гребни дюрета в сторону кожи идут это и есть связки купера если они в первую фазу едва заметны или просто незаметны то во вторую фазу мы их здесь различим то есть если мы смотрим во вторую фазу просто не надо делать неправильных выводов что это усиление процесса фиброзирования нет это связано с естественным процессом задержки жидкости теперь что происходит итак в премамарной клетчатке два элемента нашли подчеркнутые связки купера и более выраженные гребни дюрета во вторую фазу в первую фазу это малозаметно вторая особенность смотрим на фиброглондулярный слой посмотрите в первую фазу фиброглондулярном слое вот здесь вот три гипоэхогенные округлые структуры которые представляют собой жировые включения в железистой ткани у той же пациентки в второй фазе количество этих структур становится больше они сами чуть крупнее а между ними в большом количестве появляются расширенные млечные протоки галактофоры второго и третьего порядка но диаметр их не должен превышать то что мы с вами называли то есть мы их видим галактофоры гораздо лучше заметны во вторую фазу но допустимый диаметр их должен оставаться тем же самым и так по сути все отличия да значит первое касается гребни дюрета и связок купера которые более подчеркнуты во вторую фазу это в премамарной клетчатке в первую очередь а второе отличие касается железистой ткани где расширенные протоки появляются расширенные но в пределах тех нормативных значений которые мы с вами упоминали теперь несколько эхограмм которые реально комментируют эти структурные элементы вот сейчас между двумя маркерами обозначена кожа толщина которая здесь чуть меньше двух миллиметров тогда более глубоко располагается премамарная клетчатка внутри премамарной клетчатки видите блестящие гиперахогенные какие-то сигналы что это это передний листок расщепленной фасции который внутри располагается дальше следует фиброглондулярный слой а за ним мышечный вот это большая грудная мышца еще один пример кожи подкожная зона вот сейчас мы измерили кожу 225 затем премамарную клетчатку 411 и затем фиброглондулярный слой или железистую ткань 12,4 миллиметра а дальше хорошо видно что граница задняя у фиброглондулярного слоя вот здесь она какая-то гиперахогенная из-за чего это задний листок расщепленной фасции он ее ограничивает а дальше вы видите еще более глубоко мышцы это большая грудная мышца а еще более глубоко плевру а дальше легочная ткань какая-то нечетко различимая это по разным причинам нечетко различимая обратите внимание фокус фокус ориентирован на анализ структур самой молочной железы а если фокус мы сместили сюда здесь была бы более дифференцированная картина но тем не менее принципиально чтобы плевру увидели ну и легочную ткань в этом месте тоже можем различить еще одна аналогичная картинка фибро-глондулярный слой вот он мышцы большая и малая грудная а вот посмотрите у фибро-глондулярного слоя передний контур такой волнистый из-за чего он волнистый здесь начинает формироваться гребни дюрета да потому что передний листок расщепленной фасции и передняя поверхность железистого слоя они обращены в сторону кожи и к ней притягиваются фиброзными элементами от того что это вот так притягивается и образуется характерная волнистость сосково-ареолярный комплекс так называемый симптом дуршлака да смотрите вот область соска а вокруг нее якобы кисточки это не кисточки это синусы млечные которые в нормальных условиях в силу того что галактофор третьего порядка в этом месте изгибается и расширяется вот так воспринимаются да словно бы такое ожерелье из анахогенных участков вокруг самого соска да еще аналогичная картинка другой пример но очень похож на предыдущий да я подчеркиваю что каждый раз когда мы видим кисточку глазом проверяем где датчик стоит да если мы стоим на сосково-ареолярном комплексе это может быть нормальный млечный синус да всегда про это помним и тоже аналогичный пример вот это сам сосок а вокруг него отдельные гипоэхогенные участки соответствует синус ну и вот тут может быть надо было бы нам ее немножко увеличить но если вы присмотритесь мы сейчас один из протоков вот так в продольном сечении видим вот он во-первых он имеет характерную изогнутость она тут заметна раз а во-вторых у нее расширенная часть отличается от того участка который был до перегиба это вот характерное отличие для синусов да как только входит в сосково-ареолярный комплекс изгибается и расширяется еще один аналогичный пример значит если мы хотим отдифференцировать такой синус от кисты мы датчик поворачиваем выводим в продольном сечении и он должен приобрести вот такую картину еще такой же пример это в поперечном сечении две кисты а на самом деле если мы развернем датчик это окажется кисты не кисты а просто млечные синусы один и второй рядом с ним расположены просто надо на 90 градусов повернуть датчик для того чтобы это можно было отличить очень важный момент который связан с удивительным фактором какого-то знаете эффекта стабильности толщины железистого слоя банальная логика подсказывает что чем больше грудь тем больше должно быть железистой ткани значит толщина железистого слоя должна быть больше но в нормальных условиях это не совсем так и было проведено несколько исследований одно из них диссертационное ходовой Людмилы Михайловны где специально исследовали толщину железистой ткани в нормальных условиях в зависимости от объема молочной железы я хочу чтобы вы обратили внимание вот практически от объема чашечки обозначаемого АА до С толщина железистого слоя варьирует незначительно и поразительно но факт в нормальных условиях такой естественной границей толщины железистого слоя является 15 миллиметров это удобно для запоминания потому что это аналогично величине толщины эндометрия да там тоже 15 миллиметров и здесь 15 и в подавляющем большинстве случаев ну не всегда конечно да но в подавляющем большинстве случаев независимо от объема железы если толщина превышает существенно 15 миллиметров железистого слоя это признаки гиперплазии железистой ткани да такой важный момент вот это данные указаны Трофимовой и Солнцевой точнее Солнцевой Ирины Аркадьевны это ее кандидатская диссертация была посмотрите толщина железистого слоя в зависимости от возраста вы замечаете что с возрастом толщина уменьшается причем здесь речь идет про контрольную группу то есть про норму и кроме того здесь не дифференцируется в зависимости от объема самой железы но такая средняя нормативная граница 12 и 4 десятых плюс минус 16 то есть плюс минус 1 и 6 но вы помните что по статистике для того чтобы эту верхнюю границу сформировать от этой ошибки средней надо не просто ее прибавить а ее умножить на 2 да тогда получится это практически верхняя граница 15 миллиметров важный такой момент значит что из этой таблицы принципиальное в качестве вывода мы можем для себя вынести то что с возрастом железистый слой уходит а что на его месте оказывается жировая ткань и фиброзная да то есть раз исчезает железистый слой то замещается это чем-то другим и тогда структура самой эхографии эхографической картины будет тоже меняться ну вот и в связи с ультразвуковой анатомией ее оценками она обязательно должна быть включена всегда в протокол исследования вот пример такого протокола с рукописным заполнением что там должно быть отражено возможность четкой дифференциации ткани какая хорошая плохая или нет и подслойное строение кожа указать изменена или неизмена премомарная клетчатка ее толщина фиброглондулярная ткань ее толщина ретромомарная клетчатка ее толщина и дальше ультразвуковой морфотип про морфотипы мы с вами чуть позже поговорим что это такое и понятие морфотип соотносится относится то как ткани составляющие молочную железу пропорциональны друг с другом как они соотносятся можно сказать что это два пункта которые являются синонимами маме но по разному выражают одно и то же наконец как позади сосковая область визуализируется и симметрично ли картина правый и левый желез но сейчас когда это уже так скажем в меньшей степени используется рукописный вариант то же самое должно быть отрабжено и в таких автоматизированных системах протоколирования то же самое возможность четкой ткани четкой дифференциации ткани кожа в миллиметрах премамарная клетчатка железистый слой смотрите указано 20 миллиметров тогда он не норма он гиперплазирован ультразвуковой морфотип репродуктивного расцвета и это обозначает что преобладает железистая ткань а жировая ткань только дифференцируется в подкожном слое среди паренхемии эхоструктура молочных желез симметрична вот это факторы о которых мы говорили являющиеся просто ультразвуковой анатомией они обязательно должны быть отражены анатомии анатомии Продолжение следует...